привет народ в общем поехали что тут у нас сегодня будет коробочка у нас здесь крыши маленькая крыша мы не мы не крыса мы не крыса ничего себе мы не крыса в карбоне я мини крышу не видел карбоне сразу давайте вот так вот видите на кривенько чуть-чуть ну по механике в принципе вылетают ярко так четенько в то вроде как нет а что же она хочет мини крыс это ваша и записки нет ну вот прошу прошу и одни двойки ребята пишите сразу записку чтобы я вам потом не наяривал они что-то тут есть еще стоять извиняюсь просто отдельно положили видите я мог ее не заметить так здравствуйте и руслан являясь вашим подписчиком на youtube и слава монтарио red2 прошу вас подлечить моего мышонка болезни распространенная дальний заход пластины лайнера и центровка клинка буду очень признательны так как ножичек этот не очень дорог подарок любимой жены на день варенье в принципе да есть такая проблемка чуть-чуть чуть-чуть далековато ну это лечится и причем и причем нужно это сделать быстро потому что мне ровно через 55 минут нужно быть в банке у меня у карточки кончился срок действия а она не куча денежек и ну как не куча но для меня это куча в общем на карточке долларов и 50 долларов а их нужно перевести человеку скажем так на карточку у знакомого поехал на заправку заправился я заправлюсь поеду а потом тебе на карту деньги скину говорит окей я заправился перекидывать деньги а у меня короче карточка не высвечивается вообще в мобильном приложении привод 24 ее нет вообще звонил банку ребят что за прикол такой извините мне карточку говорит у вас кончился срок действия карты все нужно перевыпускать а у нас как правило когда заходишь в этот самый приват банк по тому через часа на два можно простоять чтобы попасть какому-то консультанту или операторы как они называются я даже не знаю в общем я позвонил своему банкиру позвонил девочки которая собственно типа меня ведет что ли да как это называется правильно не знаю позвонил и записался на определенное время это в моем случае это на три часа так что знаете что в приватбанке есть такая фишка чтобы не стоять в очередях потом ты конкретно приезжаешь вот я приеду на три часа и все она клиента поняли когда записала и я по записи прихожу никакой очереди просто подхожу и она мне выдает уже карточку в общем как-то так все 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 делаем быстро и качество карбоновая крыса ну честно говоря впервые вижу интересный такой вариант получился ножичка вот фрезеровочка онлайнер так нам нужно чуть-чуть удлинить лайнер поехали где наше сверло не понял куда делась моё сверло которыми оттягивала не ручек а вот наше сверло короче народ хвостовик сверла r6 m5 быстрорез то есть видите сколько бы я по нему не стучал сколько бы я по нему не стучал не молотил нет даже следа от ударов так ну и естественно удлинять лайнерочек мы будем вот этом месте в общем поехали раз два три и молотком наносим несколько точечных таких резких на точных ударах раз два три четыре можно даже 5 принципе народ как это выглядит давайте покажу вот так это выглядит и цель наша удлинить лайнер но видите мы наносим точечные удары таким образом ровно располагая сверло здесь хвостовик чтобы вот здесь расстояние между лайнером не изменилось то есть вот как она была здесь допустим тут два миллиметра так она и здесь в конце 2 миллиметра на чтобы не оттопырила вот этот лайнер вот так вот потому что это уже все уже вот шарик не попадет в конечном итоге вот в это отверстие сейчас у нас все встает на место видите да вот вот это главный главная задача наша удлинить чуть-чуть в длину но не оттопырить его вот так вот в общем вот основная задача с которой мне потом приходится бороться при переделке в общем люди насмотрятся моих видосов и давай колбасить дома и вот так вот присылают вот розочку такую то есть вот лайнер просто уходит атаку и потом не попадает в отверстие не держит клинок в закрытом состоянии понимаете наша задача вот вот так вот все замечательно собираем наш в обратной последовательности и все должно быть чётенько так так протираем тут видите да а всего уже не такой как на обычной крысе на крыси осевой они винт изменили ну и это в принципе ну не то чтобы лучше не то чтобы хуже но здесь есть леска и сюда которая которую я не люблю так клинер нам не нужен будет а вот были люкчик нужен будет капаем сюда шамочку ставим на место клинок на место капельку смазочки на осевой ну и с этой стороны тоже шайбочки ставим на место теперь теперь баночки баночки здесь тоже без лыски на онтарио ряд вот здесь вот есть лысочка и по-другому прокрутить ее нельзя здесь ставь как хочешь то есть без проблем абсолютно так сверху здесь туда протекла к пулечку ставим теперь на место куб все 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 на место все на место и теперь осевой мы сразу затянем чтобы у нас нож не разобрался осевой мы сразу затягиваем вот так вот и и вот так вот раз все проверяем видите да на самое начало становится все замечательно так теперь собираем 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 маленькие все стяжные да давно думаю что нужно купить какую-то какую-то них они механическую хотел сказать много механическую принципе электрическую в отвертку какую-то типа силами там и сделали уже вроде как плохую отвертку поэтому чтобы когда много болтиков из двух сторон как моем случае сейчас стяжные двух сторон болты их нужно все собирать и все кстати прикольно и такой в кармончике он смотрится крисов наш раз все теперь с этой стороны предпоследний болтик ну и последний болтик стяжной все стяжные винты народ без фиксатора резьбы просто чувствительно затягиваться в принципе все так теперь осевой на фиксатор резьбы смазка смазку давайте капнем капельку сюда на шарика из замечательно так осевой-осевой, эту нам уже не нужен это нам уже не нужно это нам не нужно фиксатор сюда это сюда раскручиваем на сегодня капаем капельку фиксатора уголка у меня забилось видите на как бывает я его туда на обратно это о чем говорит что когда я последний раз его вешал на магнит я не полностью выбрал не полностью выбрал фиксатор с иглы и он там прихватился в принципе его нормальное состояние сразу вам показывал как можно бороться с данной проблемой не менять иглу просто подогреваем и фиксатор при температурном воздействии становится снова жидким и мы его можем давлением воздуха выдавить из игры в принципе народ вот и все смотрите теперь как мы будем бороться с кривизной клинка вот смотрите показывал эти на кривенько крутим 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 подтягиваем косевой и смотрите автоматом клиночек становится по центру ну никакого тут мошенства ничего такого знаете ловкость руки никакого мошенства помните как фильм вот в принципе и все клиночек становится вернее пяточка становится на самое начало вернее лайнер становится на начало пяты вот так вот уже язык заплетается в общем вот так вот на самое начало пяты при этом всем видите он не складывается нет никаких закусываний залипаний и всего остального вот я забыл с какой стороны с какой стороны давайте вот с этом все-таки поставим да наверное наверно бы так вот наверно вот так вот мне кажется почему то что так я уже честно говоря не помню может быть и не так но я думаю что это не проблема и хозяин ножа сможет потом самостоятельно абсолютно без проблем переставить рано и убрал видите эту биту вот так вот раз делай раз делай два вот собственно народ вот такое вот видео обращаю ваше внимание в очередной раз что не советую народ крайне заниматься вот данной процедурой дома если вы не понимаете куда нужно наносить удары с какой силой под каким углом нужно держать инструмент который вы будете наносить удары смотрите вот я его протираю и все и здесь эти на твердость в разы в разы в разы вот это вот хвостовика тверже нежели сам лайнер в принципе в принципе на сегодня все вот так вот эти на все четенько убираем все замечательно все все по центру в принципе как то так народ на сегодня все давайте пока пока увидимся ну а я моя на не то что успеваю я еще успеваю наверное сбросить файлы на компьютер не то что успеваю вам успеваю сбросить еще файлы на компьютер и наверное даже ну почти успею а возможно и успею даже смонтировать сам ролик хотя выложите его уже наверное не успею хотя может быть смонтирую поставлю загрузку на youtube и поеду потому что youtube последнее время очень долго обрабатывает ролики не знаю чем это связано то есть если я раньше допустим на полчаса вот заливаю ролик он заливается на youtube и буквально через пять-семь минут он уже доступен для просмотра я нажимаю опубликовать и все то сейчас я загружаю ролик на полчаса и он может быть 40 минут час обрабатывается и шкала там обработки 5 10 очень медленно эта шкала двигается бывает что залил ролики два два с половиной до трех часов ты ждешь пока youtube его обработает есть конечно один плюс что сразу ролик обработан то есть там 1080p то есть максимальном качестве на сразу доступен раньше помните на подписчики писали кто постоянно смотрим на канал что элита смотрит в 360 уже такого уже такого нет то есть нет маленьком качестве в плохом качестве сразу ролик появляется большом качестве в принципе народ на сегодня все вот такой вот у нас был крестеныш все с ним теперь замечательно вылетает точно так же механика видите об спит по центру все замечательно я думаю что хозяин ножа будет довольно своим крестенышем не он мышонок его вызвал на сегодня все давайте пока пока увидимся и и и